Всем привет! Сегодня хочу высказать свое мнение по поводу увиденного на канале Ленни Ланге, в ее инстаграме в том числе, по поводу ее школы блогерства. И не просто школы блогерства, а школы блогерства для детей. Сразу напоминаю, что мое видео не несет с собой цель кого-то оскорбить. Здесь я высказываю свое личное субъективное мнение, на которое имеет право каждый человек. И всю информацию я отберу из открытых источников. Сам блогер выложил, вот мы и обсудим. Наливайте себе кофейку, чайку, поговорим про Лену Ланге и ее работу с детьми. Я, конечно, немного шокирована тем, что Лена Ланге с ее контентом, с ее качеством контента, с ее заголовками, со всеми этими последними сексуальными историями, что она работает преподавателем у детей. Возможно, это объясняется только тем, что в Екатеринбурге для этого города Лена самый крупный блогер. Вот поэтому ее и позвали как эксперта. Но о чем думают родители? Ну, возможно, они хотят просто детей на пару часов из дома сдать в какой-то кружок, считать, что это развитие. По-другому я никак не могу объяснить на месте родителей, которые открывают канал. Вот вы, когда отправляете своего, допустим, ребенка к какому-то преподавателю, если это онлайн обучение, вы не посмотрите его онлайн работы, которые в доступе в общем, то просто родителям стоит перейти на канал Лены Ланге, подсчитать название. Там все про мужиков. Какое к этому имеют отношения дети? Это, знаете, из разряда либо крестик с ними, либо трусы надень. Потому что, ну, дети и ее контент это несовместимые вещи. Если ты хочешь позиционировать себя и работать с преподавателем для детей, то как минимум контент у тебя должен быть соответствующий. То есть твоих побольше детей, показывать какая ты хорошая идеальная мама, а не вот это вот все мужики, Америка переезд. И хайповое название, которое, ну, там на некоторые можно ставить смело. Значок 18+, а не как не детский контент. И плюс, если мы говорим о содержании, ладно, оставим в покое репутацию Лены Ланге. И чему она может научить детишек в моральном плане? Немножко про качество видео. Сейчас настолько большая конкуренция в социальных сетях. И у Лены Ланге, у нее, так сказать, она совсем не блогер первого эшелона по качеству. Там качество отстойное. Вообще толчок ее каналу ей дала ее мама. И, вы знаете, это контент, когда блогеры активно выкладывают в социальные сети свою личную жизнь, это означает только одно. Блогеру очень-очень нужны деньги. Иначе, если тебе прям, потому что канал очень быстро раскручивается на этой теме, всем интересно вот поперемиловать косточки. Это нормально, посплетничать, в этом ничего плохого нет. Если блогера не хочется раскрутиться так быстро, так быстро хайпануть, то он идет другим путем. Он покупает достаточно дорогостоящее оборудование. Он делает качественные съемки, и он по минимуму показывает свою личную жизнь. Потому что блогеры же тоже не идиоты. Они прекрасно знают, что это чревато. Если ты показываешь свою личную жизнь, то это логично, что эту личную жизнь будут обсуждать. Что показываешь, то и обсуждают. Если бы ты показывала, я не знаю, свои тренировки в зале, свое питание, по минимуму детей, по минимуму рассуждений про заработок, в котором ты не сильна, то, понятно, обсуждали бы это, а про личную тройбу жизни кто бы не знал. Но такие видео требуют больших средств, времени, энергии вложить в их производство. Плюс раскрутиться намного сложнее. Даже имея вот такую маму, как Олю Брукман, который уже был в свой канал, который дала толчок Лене Ланге. Поэтому Лена выбрала легкий путь. Снимаю то, что вижу про себя, старательно подбрасываю дровишек в этот костер, что-то такое хайповое, и таким образом я быстрее раскручусь. Все просто, нужны быстрее деньги. А трудиться и вкладываться в качество, ну, как бы, вообще не ее вариант. И вот с таким вот подходом, да, к своему каналу, со стороны его качества и контента, мы не говорим сейчас про моральную сторону, чему она научит детишек. Я уже говорила, что я была в шоке, когда пару лет назад Лена выпустила свой ролик по монтажу видео. Не ролик, а курс обучающий плавный. Ну, вообще, вот что касается монтажа, вы видели ее монтаж? Обычная склейка, ужасный, ну, не хочу никого оскорблять, но чтобы выпустить свой курс, имея такую картинку, это просто стыдно. И уровень у нее не повысился с тех пор, качество видео, чему она научит этих детишек. Липает страшненькие видео, но при такой конкуренции детки только будут расстраиваться, что, как бы, вот их блоги не продвигаются. Хайповать на теме мужиков детям еще рано. Поэтому, как они будут раскручиваться, непонятно. И я так понимаю, Лене самой не особо нравится эта работа. Как-то Ольга Брукман упоминала, что попробуй еще эту тысячу заработай в школе блогерства, отпаши целые сутки. То есть, как бы, не особо Лене нравится, но больше никуда не зовут. И плюс у нее все-таки есть эта тяга к кому-то, кого-то чему-то научить. Вот не знаю ничего сама, но хочу научить других. Просто стремление. А чтобы закрыть вот этот вот пробел, как бы, ну, это первая мысль у любого адекватного человека. Я, допустим, хочу учить других, там, не знаю, лепки длинных горшков. Так мне нужно само сначала узнать все про длину. Как лепить эти горшки, а не просто пройти там получасовой мастер-класс и лепить страшненькие вазы и всех учить этому. Как-то нужно подходить более профессионально, вдаться в детали, что ли. В общем, что думаете по этому поводу? Как считаете, какой преподаватель детский, преподаватель из Лены Ланге? И чему она, собственно, сможет научить детишек в качестве блогеров? Очень интересно будет почитать. Всем спасибо, всем пока.